Свой 160-летний юбилей отмечает одно из старейших предприятий Нижегородской области. Бывший машиностроительный завод имени Воробьёва выставил в революцию, войну, в перестройку. Как удалось не только сохранить производство, но и сделать его лидером на своём рынке, узнала Дарья Соловьёва. За 160 лет здесь сложилось больше ста трудовых династий. Завод – один из немногих в России, выпускающий весь спектр оборудования для послеуборочной обработки и хранения зерна. Производство сельхозтехники прекращалось лишь однажды, в годы Великой Отечественной войны. Завод пережил революцию, национализацию, первые пятилетки, Великую Отечественную войну, послевоенную разруку, восстановление народного хозяйства. Залог успеха в кадрах. Коллеги по станку, друзья Николай Малахов и Алексей Петров на заводе со школьной скамьи. Нюансы токарного дела знают от и до. Мы универсальщики. Универсальщики – это деталь от начала до конца. Я уже чертеж в руки не беру. Мне дали деталь, я уже знаю. Все, я с головы беру, все начинаю работать. Мне чертеж не нужен, я по памяти все помню. На заводе «Мельинвест» выпускают транспортно-зерно-очистительное, зерно-сушильное, мельничное, комбикормовое оборудование. Цикл производства полный. От литья заготовок до сборки и испытания готовой продукции. С 2000 года наше предприятие претерпело глубокую модернизацию. То есть были закуплены новые станки, точные лазерные комплексы. Были закуплены металлорежущие, токарные станки, универсальные станки. Все это позволило нам произвести прорыв именно в качестве выпускаемого оборудования. Оборудование с нижегородским штампом востребовано и за рубежом. На сегодня география экспорта включает страны бывшего СНГ, а также Турцию, Иран, Пакистан и Судан. Работы много и на внутреннем рынке. В России обеспеченность зерно-очистительным оборудованием составляет 40%, зерно-сушильным – лишь 20%. Дарья Соловьева, Евгений Фахрудинов и Ангелина Демина. Вести при Волжье.